5 февраля в Управлении был издан приказ о подтверждении нового состава Общественного Совета. После кадрового обновления сменилось семь представителей. Общественники путем голосования избрали кандидатов на должности председателя, заместителя и секретаря. Если больше предложений нет, у нас есть два кандидата. На должность председателя Общественного Совета был выдвинут Сергей Лысенков. Он работает в Управлении свыше 33 лет. За это время от должности оперуполномоченного он дослужился до начальника уголовного розыска, а после до начальника кадров. Его кандидатура была выбрана единогласно. Сергей Викторович у нас много лет отработал в нашем УВД. Такой должен быть, я считаю, что руководитель, председатель Общественного Совета. Замы у него – это те, которые не первый год уже тоже участвуют в нашем Общественном Совете. Они готовы участвовать во всем, во всех, во всех наших, в нашей жизни. Поэтому благодарны и надеюсь, что мы будем в таком плане с ними работать. Секретарем был избран член Общественной палаты муниципалитета Вячеслав Краснонос. Заместителями председателя назначены директор учреждения по работе с молодежью «Энергия» Елена Разбиралова и член Торгово-промышленной палаты Дмитрий Гашев. Будем стараться, конечно, использовать базу нашего учреждения в проведении мероприятий и, соответственно, включаться активно в работу Общественного Совета. Общественный Совет при УМВД освещает работу сотрудников внутренних дел и помогает сделать их деятельность открытой для общества. Во второй раз членом созыва Общественного Совета стала заместитель генерального директора Видновской дирекции киносети Юлия Пагасьян. Она активно принимает участие во всевозможных мероприятиях, проводимых полицией, а также содействует распространению информации об их работе в СМИ. Продолжу свою деятельность, активную в сфере освещения деятельности моих коллег по Общественному Совету, помощи и УМВД в создании различных роликов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, безопасности. На заседании также обсудили планы на первый квартал 2024 года. Было принято решение о проведении регулярных встреч жителей с участковыми, чтобы каждый мог решить насущные проблемы в формате прямого диалога.